Если иногда человек не терпит неудач, значит он не бросает вызов самому себе. Алексей поднимался на девятый этаж старого бизнес-центра. В руках он вертел телефон, чтобы в любой момент подсмотреть номер кабинета, хотя и так прекрасно его помнил. «Девятьсот одиннадцать», — думал он, — «как Порш. Спокойно, старый, только не пошути так, не поймут же». Быстро прошелся по протертому линолеуму вдоль видавших лучшие времена дверей. На каждой висели таблички — консалтинговое агентство ObMoney, турфирма Oceanic Flight 815, склад беспроводных наушников NG+. «Все не то», — ведь звонили и приглашали на работу в автосервис. «Где-то здесь должен был находиться их офис. Так? И где же? Ага, вот и девятьсот одиннадцатый кабинет». «Твоюж», — прошептал Алексей, глядя на полую дверь. Он понял это по вырезкам, прикрытым стеклом, за которым виднелась длинная цепочка из десятков шестеренок разного размера. «Самая большая никак не меньше автомобильного колеса, а самая маленькая», — присмотрелся Алексей, точно устанавливалась пинцетом. В центре этой механической кавалькады красовалась позолоченная шестереночка, украшенная витиеватыми надписями на разных языках. На русском она гласила «Войти поможет стук мотора». «Мотор стучать не должен, ну и шутки у них», — хмыкнул Алексей, а сердце вдруг забилось быстрее. Рука предательски вспотела. Повернув ручку, он толкнул дверь, но не тут-то было. Шестерни лишь бряцнули зубцами, не пуская гостя. «Заперто? Лёха, соберись!» — он судорожно разблокировал телефон и прочёл заранее открытый СМС. «Ага-га, комплекс тот, этаж тоже. Кабинет 9-1-1», — бурчал он. «Будьте как дома, шутники, блин. Куда там постучать-то надо?» Алексей по старой привычке отстучал по двери ритму. «Эй ты, дарарам, выходи со мной на связь!» — тихо гнусавил он, как делал уже тысячу раз, пытаясь достучаться до товарища по съёмной квартире, постоянно застревающего в душе. Не прошло и секунды, как шестерёнки послушно закрутились, издавая приятный гул. Звонко щёлкнуло щеколда, дверь отворилась. Алексея встречал статный лысеющий мужчина в пиджаке с закатанными рукавами. Его густые усы контрастировали с тонкими, сжатыми в сдержанной улыбке губами. «Комрайн битте!» — кивнул тот и вытянулся в полный рост, звонко щёлкнув каблуками. «Вы верно, Гер Алексей!» «Так точно! Вот, по объявлению пришёл!» «Прошу!» — сказал мужчина и радостно окинул рукой помещение. Именно помещение язык не поворачивался назвать это кабинетом. Широченный стол для переговоров был завален чертежами с изображением каких-то цилиндров, трубок и шестерёнок. Поверх чертежей и схем лежала толстая жёлтая папка с кучей бумаг. На ней, поверх слов «Дело номер» красовалась выведенная от руки надпись «Трифонов Алексей Викторович», и его фотка в халате кажется медицинским. «Чёрт возьми, откуда у старого мужика столько компромата?» По телу Алексея пробежали мурашки. Стараясь отвлечься, он мотнул головой и рассмотрел комнату. Слева стоял шкаф с моделями машинок разных размеров и цветов. Справа расположился настоящий автомобиль. Правда, он оказался частично закрыт моделью двигателя, чересчур громоздкого и, судя по всему, безнадёжно устаревшего. А ещё чуть дальше виднелась пыльная конвейерная линия. К такому Алексей точно не был готов. Тесты хоть сто, курьёзные вопросы, да хоть двести. Мало, что ли, видео на Ютьюбе пересмотрел. Но здесь же грёбаный музей. Куда он вообще попал? Это HR-агентство или что? «Воу!» Только и смог выдавить Алексей, ошеломлённо уставившись на автомобиль. «Это Жук?» «Сами вы, Алексей, Жук. А это Volkswagen Kaffer». «Ого!» Мужчина отошёл к окну, достал из брюк фляжку, сделал глоток и искривился. «Да... Что ж, приступим к собеседованию», — сказал он и сел за стол. Алексей последовал примеру и аккуратно устроился напротив. Мужчина вытянул из внутреннего кармана очки в тонкой оправе, нашёл в папке нужный листок и кивнул своим мыслям. «Так, вы пишете, что работаете в скорой помощи. Почему решили уйти?» «Да, всё банально. Устал я. Мне 35 уже, не вывожу смену». «Что-то со здоровьем?» «Да нет, просто вздохнул Алексей. Устал морально. Иногда буквально без отдыха выхожу на вторую смену, потому что боюсь, что могу не успеть спасти чью-то жизнь. А люди не понимают, думают, мол, я угробить их хочу, когда на очередном выезде отказываю в уколе без показаний. У меня сердце болит за людей. Стараюсь помогать им, как когда-то помогли мне. В ответ столько злости и безразличия. Не могу больше. Уж лучше в машинах копаться», — усмехнулся он. «Они урчат порой, но я чувствую, что по-доброму». «М-м-м...» Мужчина медленно кивнул и сделал пометку в деле. «То бишь сердечко все же беспокоит. Работа у нас сложная, знает ли». Алексей откинулся на спинку и с гордостью сказал. «Здесь все в порядке. Закаляюсь, бегаю, боксом занимаюсь. Уже не такой шустрый, как раньше, но вы не беспокойтесь. В тачках ковыряться много здоровья не надо». «В тачках — да», — протянул мужчина и задумчиво постучал по столу костяшками пальцев. «Скажите, у вас есть медицинское образование?» «Тогда врач я, хирург в областной больнице. Был. А фельдшером последние годы на буханке гоняю, так это платят больше». «Я слышал другое. Может быть, вы что-то запамятовали?» Алексей отвел взгляд, делая вид, что рассматривает крайне интересное масляное пятно на побеленном потолке. «И как оно туда попало, интересно?» «Гер Алексей?» Тот вскинул брови, посмотрел в глаза собеседника и стал рассказывать. «Пьяный был. Сел за руль. Попал в аварию». Слова вырывались изо рта резко, возвращая в тот проклятый вечер. Воспоминания приносили страдания. «Дурак, да, знаю. Убить людей мог, знаю. Но размотался один, никого не задел. Меня фельдшера по кусочкам собирали. Вся кожа в рубцах. Ожоги, пробитая легкая. Я за свою глупость сполна заплатил», выпалил Алексей. Он глубоко вдохнул, задержал дыхание. Почувствовал стук сердца в ушах, затем медленно выдохнул и потряс руками. На предплечьях выступили набухшие от напряжения вены. Переведя дух, он продолжил. «Как в себя пришел через полгода, вышел на работу, а меня фельдшера разжаловали. Плевать они хотели на образование и заслуги. Либо так говорят, либо катись к черту, пьянчуга. А дальше вы в курсе. Не задалась у меня карьера». «Интерэсант», кивнул мужчина. «Зарплатные ожидания, как в резюме?» Алексей вспомнил, как советовали отвечать на этот вопрос диванный эксперт из ютуба. Но после такого эмоционального всплеска буквально сдался. Все эти ужимки, прыжки – противно. А хочется, чтобы было по-человечески, по-настоящему. «Ну, я там пятьдесят написал, но, честное слово, мне и сорок можно, лишь бы на жизнь хватало. С машинами люблю возиться, а из СМП уйти хочу поскорей». Мужчина молча встал, отошел к конвейерной линии и принес оттуда нечто похожее на металлический надувной шар или перевернутую грушу с выпирающими поршнями, как у маленького двигателя внутреннего сгорания. Положив странный двигатель на стол, небрежно стукнул по нему. Груша открылась. «Ничего себе!» Алексей прильнул к столу, с искрой в глазах разглядывая литые конструкции труб, клапанов, шестерней и маленький почти игрушечный ремень ГРМ. «Как кукольный домик, только для настоящих мужчин!» «Сможете разобраться в работе сего агрегата, удвою ставку!» «Разберусь, не вопрос!» — обрадовался Алексей, тут же с недоверием сощурился. «Удвоите ставку? 80 тысяч? В чем подвох?» «Сто, Алексей Викторович! На период обучения, так сказать!» «А подвох! Не нужен свой человек, который не боится трудностей, знает анатомию и...» «И?» «И сможет перебрать мотор, не заглушая его!» «Только не пугайтесь!» Мужчина присел напротив Алексея и расстегнул рубашку, проведя рукой по солнечному сплетению. Простучал он по груди, и в ней с тихим щелчком открылось маленькое окошко, за которым гудели довольно быстро вращающиеся шестерни, поднимались и опускались поршни в цилиндрах. «Е... пироги!» — вскрикнул Алексей, невольно вскакивая и смещаясь назад. Кресло опрокинулось на спинку, а сам он, чуть было не упав, длинным прыжком отскочил к двери и дернул за ручку. Та не поддалась. Мужчина молча и с ухмылкой наблюдал за реакцией. «Что за фокусы?» — громко спросил Алексей. «Зеркала?» «Найн!» — ответил тот, медленно улыбнувшись. «Расслабьтесь, гер Алексей, я же не собираюсь с вами драться!» Только сейчас Алексей осознал, что стоит в боксерской стойке и мерно покачивается. «Рефлексы!» — буркнул он и осторожно подошел поближе, рассматривая сердце. «Вот это да! Только что ж не было ни щели!» Модель несколько отличалась от той, что на столе. Цилиндров всего три. Расположение шестерней слегка смещено, но металл и размер тот же. Виртуозно сняв ремень, мужчина открутил несколько болтов удерживающих шестерни и выложил их на стол, запачкав папку с резюме моторным маслом. Затем, не глядя, сунул большой палец внутрь механизма и принялся работать им, поддерживая вращение цилиндров. Мужчину нисколько не смутила медленно отвисающая челюсть Алексея. Буднично насвистывая простенькую мелодию, он снял с принесенного образца новые шестерни и, сложив зубцы одной рукой, вставил на место. Финальным аккордом мелодии стал любовно приложенный ремень Греем. Браво! Алексею только и оставалось что аплодировать, когда дверца с тихим щелчком затворилась, скрывая любые следы вмешательства. А почему не в виде сердца? Дизайн должен быть функциональным. А это... это законно? Морщины на лбу мужчины разгладились, и он усмехнулся. Не очень. Металлоискатели недолюбливаю, а МРТ мой злейший враг, если понимаете о чем я. Подмигнул он. Алексей хлопал глазами, находясь в шоке от увиденного. В голове вертелся только один вопрос. Но зачем нужен я? Вы и сами неплохо справляетесь. О, майн-либо фройнт. Даже с таким, не побоюсь этого слова, кунствёк, произведением искусства, я не вечен. Мне нужна смена, и все указывает на вас, Алексей. К сожалению, мои старые фройнды, придумавшие первые версии сердец, давно почили. Насколько старые? Не забивайте голову, Алексей. Моих друзей звали Рудольф и Николаус. Вы должны быть им благодарны, что добрались до нашего заколустия на пешком. Какие-то нерусские имена. Немцы, шоль? Вы очень проницательны. И Кайзер Фердинанд. Мужчина встал, щёлкнул каблуками и протянул руку. А-а-а. Растерялся Алексей и с опаской пожал руку, словно боясь обжечься. Так это самое... Чё ж вы в России-то забыли, Фердинанд? Вы не поверите, но именно здесь наши изобретения пользуются широким спросом. Никто больше не согласится устанавливать в груди ДВС. А тут тебе и новое сердце, и курить больше не надо. Все лёгкие в дыму. Ха. Их мы, кстати, тоже меняем. Постсоветское пространство идеально подходит для нашей Айнвених незаконной индустриализации человеческого организма. Так что дерзайте, Гер Алексей. Ха. Протянул тот, почёсывая макушку. Ну что ж, дорабатывайте две недели и жду вас в девятьсот одиннадцатом кабинете с надписью Порше. Ах да, не забудьте на выходе ваше личное постукивание. Алексей попрощался, дёрнул дверь за ручку, но не тут-то было. И дверь отворилась сама. Спускаясь с девятого этажа, Алексей находился в недоумении. В голове роилось столько мыслей и вопросов, что ни один не удавалось поймать и обдумать. Почти спустившись на первый этаж, вдруг задумался. А не почудилось ли ему всё это? А стоит ли возвращаться к странному мужичку, чей голос всё время общения казался таким знакомым? Оказавшись на первом этаже, он нервно настучал по карману с ключами привычный ритм. Под футболкой послышался тихий щелчок. Субтитры создавал DimaTorzok